Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. Очередная неделя подходит к концу, всё меньше снега и всё больше солнца, и настроение неумолимо поднимается. А значит, самое время для игровых новостей. И их есть у нас. Тут и раскулачивание Epic Games, и слухи о новых частях Left 4 Dead и Far Cry, и много чего ещё. Попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и подёргать за колокольчик, ну и, конечно, присоединяться к нам в соцсетях по ссылочкам в описании. Ну а теперь доставайте ваш любимый йогурт с репой и стручковой фасолью и устраивайтесь поудобнее. Недавняя утечка показала исполняемые файлы CSGO Source 2. И если мы уже знали, что она на подходе, то упоминание Left 4 Dead 3 стало полной неожиданностью. У утечки конкретно упоминается Left 4 Dead 3, а точный код гласит stested name prefix равно Left 4 Dead 3. Что на самом деле делает этот код пока не ясно, но сам факт его наличия уже вызвал бурную реакцию игрового сообщества. То, что исполняемые файлы настоящие, подтвердил известный датамайнер Gabe Follower. Ну или это очень хорошая фальшивка, но это маловероятно. Как, впрочем, и Left 4 Dead 3, ведь мы знаем, что у Gabe Ньюэлла какая-то личная обида на цифру 3. Ни CSGO Source 2, ни Left 4 Dead 3 не были анонсированы Valve, поэтому стоит отнестись к этой утечке с долей недоверия. 13 марта в официальной группе разработчиков визуальных новелл «Бесконечное лето» и «Love Money Rock'n'Roll Soviet Games ВКонтакте» был опубликован пост о поиске сценаристов для нового проекта студии со следующим описанием. Грамотный русский язык, владение литературным словом, кругозор и эрудиция, умение и желание писать достойные себя и читателей произведения. Обязательное наличие примеров текстов, чем объемнее проработание, тем лучше. Плюсом может стать участие в разработке популярных модов на «Бесконечное лето», но не является решающим фактором. Знание вселенной «Бесконечное лето» и любовь к ней, готовность выполнить тестовое задание. Пост был дополнен изображением Листика с двумя божьими коровками. Что примечательно, оригинальный логотип «Бесконечного лето» также содержал изображение Листика, но только с одной божьей коровкой. По всей видимости, студия возьмется за новую историю в этой вселенной. Сценарист оригинальной новеллы Антон Дримтейл Аркатов еще в 2016 году высказывался о возможном сиквеле новеллы. Сценарист считает оригинальную историю завершенной, и поэтому его комментарий оказался достаточно несдержанным. Что там продолжать-то? Как вы... достали, честное слово. Дримтейл. Джеймса Уоррла, креативного директора Dead Island 2, спросили, может ли возможный ремейк Dead Island материализоваться после выхода второй части. Однако Уоррл был непреклонен, это не только не планируется, но и для Dembusters Studios в этом нет никакого смысла. «Делать ремейк Dead Island было бы ошибкой, потому что мы уже решили развивать франшизу с Dead Island 2, и я думаю, что это был правильный творческий ход», — объясняет креативный директор, добавляя, что лучше оставить его там, где он есть. Уоррл подтверждает, что разработчики в настоящее время на 100% сосредоточены на Dead Island 2. Он также уточнил, что его команда молча уверена в успехе проекта. А еще, в то время как Dead Island 2 готовится к выходу в следующем месяце, у журналистов была возможность пообщаться с директором игры Дэвидом Стэнтоном, чтобы обсудить предстоящее путешествие по голливудским холмам, наполненным зомби. На вопрос о том, как много в Dead Island 2 можно будет играть в кооперативном режиме, Стэнтон ответил. «Подавляющее большинство кампаний можно пройти втроем. Мы собираемся рассказать о кооперативном режиме через несколько недель, так что нам нужно держать порох сухим». Игра для трех игроков это любопытно, когда стандартом были 4 или 2, практически с момента выхода Xbox 360. На вопрос, почему Дэмбастер остановила свой выбор на кооперативной игре для трех игроков, Стэнтон ответил. «В основном это связано с игровыми тестами. 3 было хорошим числом, чтобы сфокусироваться на том, чтобы держать игроков вместе, сосредоточиться на истреблении зомби в группе. По мере прохождения сюжета Dead Island 2 вам будет доступна все большая часть карты. Неизвестно, переносится ли сохранение между игроками, но, по крайней мере, вы с парой друзей сможете устроить хаос на Венес-бич или в Голливуде». Ubisoft негласна, но все же официально подтвердила разработку новой части в серии Far Cry. Французская компания публиковала новый список вакансий, где в описании прямо указывается работа над еще не объявленным продолжением популярного шутера в открытом мире. В студию нужен руководитель по производству новой Far Cry. Из описания вакансий следует, что разработкой новой части вновь занимается Ubisoft Toronto, которая ранее отвечала за выпуск Far Cry 5 и Far Cry 6. Среди обязанностей руководителя производства игры указывается достаточно обыденный управленческий функционал, который не раскрывает подробностей будущего проекта. Главным требованием для кандидатов называется минимум пятилетний стаж в подобной должности. Поиск сотрудника такой должности открыто намекает, что скорого релиза новой Far Cry ждать не стоит. Руководителя по производству обычно нанимают в самом начале разработки проекта, а это значит, что студия еще полноценно не занимается новой игрой. Эта вакансия частично подтверждает информацию от инсайдеров, которые предупреждали о релизе продолжения Far Cry не раньше 2025 года. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон и портал Insider Gaming недавно раскрыли первую информацию о PS5 Pro. Согласно их данным, мир увидит более мощную версию консоли от Sony уже в 2024 году. Однако с этим не согласен игровой журналист Джефф Грабб. Он называет выпуск улучшенных версий консолей текущего поколения бессмысленным занятием для всех платформодержателей. Как отмечает Джефф Грабб в своих рассуждениях на тему выпуска PS5 Pro, текущее поколение банально не требует улучшенного железа. Более того, производителям консолей как Sony, так и Microsoft нечего предложить игрокам из новых технологий, все необходимое уже позволяет обеспечивать обычные версии. По словам журналиста, PS4 Pro появилась из-за стремительного падения цены на оригинальную консоль и резкого повышения спроса на формат 4К, который требовал новое железо. Текущее положение в игровой индустрии не показывает рост популярности нового формата разрешения или большую необходимость в новой трассировке лучей. Поэтому, считает Джефф Грабб, PS5 Pro не сможет предложить чего-то действительно нового игрока. При этом он не исключает того, что Sony действительно работают над повышением мощности PS5. Однако это может быть лишь полевыми испытаниями возможности устройства. Журналист утверждает, что улучшенные версии PS5 и Xbox Series появятся только из-за внешних факторов, принуждающих к релизу мощных устройств, но не воле их создателей. Focus Entertainment с радостью объявляет о новом сотрудничестве со студией Хатли Хатгеймс, чтобы представить Void Crew, захватывающее космическое приключение, в котором вы следуете, сражаетесь и грабите галактику с четырьмя членами команды. Игра выйдет в 2023 году. Кроме того, на выставке PAX IS 2023, который пройдет с 23 по 26 марта, будет представлена играбельная демоверсия. В космосе никто не услышит ваших криков, кроме ваших друзей. Соберите свою команду, укомплектуйте космический корабль и переготовьтесь к эпическому приключению. Сражайтесь со страшными врагами, спасайте ценную добычу, неоднократно погибайте. И все это вместе, чтобы вернуть утраченные человечеством территории. В игре Void Crew человечество объединяется против таинственного врага — пустоты. Вам, как избранным, предстоит в составе команды из четырех человек отважно пройти через пустоту и навести порядок в галактике. Федеральная торговая комиссия вынесла постановление против Epic Games по делу о нежелательных покупках Fortnite. FTK утверждала, что Epic использовала ряд тактик для стимулирования нежелательных покупок виртуальной валюты в игре. Эти тактики привели к несанкционированным потребительским расходам на миллионы долларов. Согласно принятому постановлению, компания должна будет выплатить штраф в размере 245 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на возврат средств игрокам, пострадавшим от такой практики. Потребителям, которые считают, что с них несправедливо взимали плату за покупки в Fortnite, могут обратиться на сайт, созданный FTK, чтобы потребовать возврата денег. FTK намерена обеспечить возврат средств следующим пользователям. Родители, чьи дети совершили несанкционированную покупку по кредитной карте в Epic Games Store в период с января 2017 по ноябрь 2018 года. Игроки в Fortnite, которым была начислена внутриигровая валюта за нежелательные внутриигровые предметы, такие как косметика, клинки или Battle Pass в период с января 2017 по сентябрь 2022 года. Игроки в Fortnite, чьи счета были заблокированы в период с января 2017 года по сентябрь 2022, после оспаривания несанкционированных расходов с компаниями, обслуживающими кредитные карты. Кроме того, постановление запретит Epic Games взимать плату с клиента без их согласия. Fortnite больше не сможет блокировать доступ к своим аккаунтам потребителям, которые оспаривают несанкционированные списания. Голосование комиссии было единогласным, 4-0 в пользу одобрения жалобы и приказа в отношении Epic Games. В Diablo 4 будет русская озвучка. Об этом стало известно из информации, указанной в PlayStation Store. Всего персонажи игры заговорят на 12 языках. Проверить русскую озвучку можно будет уже в бета-тестировании, которое пройдет с 17 по 19 марта для владельцев предзаказов и с 24 по 26 марта для всех остальных. Diablo 4 выходит 6 июня на Xbox, PlayStation и PC. Авторы русской озвучки инди-хоррора Crimson Snow и студия озвучания Mechanics VoiceOver опубликовали в сети новое видео, которое они приурочили к релизу этой самой озвучки. Кто себя хорошо вел в прошлом году, а будете себя вести хорошо и в этом? Хоть уже и весна, но тут у нас на повестке дня релиз озвучки для инди-хоррора Crimson Snow подоспел на рождественскую тематику. Обещали же, что не затянем. Качайте, оценивайте, пугайтесь. А на подходе еще тонна вкусных новостей. Спасибо всем за моральную и материальную поддержку. Желаем легких выходных, дабы перезагрузиться и с новыми силами начать очередную неделю. В Remedy говорят, что они всегда делали ставку на собственные технологии для создания своих игр. По их мнению, это лучшее возможное решение, в отличие от ставок на Unreal Engine, Unity и так далее. В недавно выпущенном видеоролике они подробно рассказывают о движке Northlight, на котором, в частности, будет работать игра Alan Wake 2, выходящая в конце этого года. А до этого на нем уже были созданы контроли и Quantum Break. В течение 10 минут вы услышите от разработчиков, которые работают с этой технологией за дня в день, что она значит для них и насколько она им нравится. В частности, они расскажут, что это сложный движок, который имеет уникальный подход к рабочим процессам и наборам данных. Он предлагает современные технологии рендеринга и решения практически для всех областей разработки. К тому же его можно использовать как на ПК, так и на нескольких консолях. Возможными деталями Codename Red, игры во вселенной Assassin's Creed в сеттинге феодальной Японии, поделился журналист Том Хендерсон. Блогер заявил, что в Codename Red будет два главных героя. Одним из них станет женщина-самураи из дебютного тизера, а вторым — Синоби, который по сюжету окажется беженцем из африканской страны, решившим изучить кредо ассасинов. По словам Хендерсона, одной из ключевых особенностей Codename Red станет геймплей, акцентированный на стелсе. Игроки смогут прятать тела врагов, скрываться в высокой траве, а также тушить источники света, чтобы избежать встречи с противниками. Журналист также сообщил, что выход Assassin's Creed Codename Red запланирован на осень 2024 года, но вполне вероятно, что релиз перенесут на 2025. Недавно Starfield обзавелась новой точной датой выхода после прошлогодней задержки, и теперь организации по классификации видеоигр начали выставлять проекту возрастные рейтинги. Первой из них стала Австралийская аттестационная комиссия, которая, как оказалось, присвоила игре рейтинг 18+. Австралия известна своим строгим отношением к видеоиграм, и в случае со Starfield основным мотивом для выставления высокого рейтинга стало упоминание в игре о наркотиках. При этом регулятор отметил умеренный уровень грубых тем и ругательств, а также сильную жестокость, в то время как наличие ноготы оценивается в очень слабом виде, а изображение секса полностью отсутствует. Suicide Squad Kill the Justice League недавно вновь появилась в новостях, так как по сообщениям ряда инсайдеров, включая Джеффа Граба и Джейсона Шрайера, игра была отложена. Джейсон Шрайер отметил, что, по словам человека, близкого к производству игры, которая первоначально должна была выйти 26 мая 2023 года, теперь отложена до необъявленного нового срока. После этого известный инсайдер индустрии Джефф Граб в подкасте Game as Decides отметил, что выход игры может быть перенесен на 2024 год. Этот комментарий был признан Шрайером как возможный вариант происходящих событий. Rocksteady пока не объявили о задержке Suicide Squad, возможно, потому что до сих пор нет новой даты. Несколько недель назад сотрудникам сообщили, что игра выйдет позже в этом году, но они до сих пор не знают, когда именно. Возможно, она перенесется на 2024 год, но одно кажется несомненным — основные механики игры не изменятся. Ранее Шрайер упоминал, что задержки, подобные той, что произошла с Suicide Squad Kill the Justice League, обычно предназначены для полировки игры, а не для полной переделки некоторых основных элементов геймплея. Официальные социальные каналы игры High On Life были обновлены загадочным тизером, который просто показывает красный логотип High On Life на черном фоне. В сообщении говорится о появлении нового контента для игры, но на данный момент неясно, будет ли это настоящее дополнение, которое расширит историю, или существенное обновление, которое смогут загрузить владельцы игры и подписчики Xbox Game Pass бесплатно. Практически ничего не известно о том, что может представлять из себя новый контент. Но разумно предположить, что речь пойдет о говорящем ноже High On Life, известном как Найфи. Продолжает появляться инсайдерская информация о том, как обстоят дела со Stalker 2 Heart of Chernobyl. Похоже, что все не очень хорошо. Сливы материалов продолжаются, также поступает информация о возможных проблемах игры. Блогер Антишнапс обратил внимание на очередной инсайт Даниила Нексуса. Согласно имеющейся информации, GSC Game World попала в неловкую ситуацию. Разработка игры заморожена после 11 числа. Русский интерфейс не могут вырезать на данный момент из-за того, что в игре других языков попросту сейчас нет. У всех сотрудников отобрали доступ к материалам по игре. Теперь доступ у ограниченного круга лиц. Как раз 11 марта случилась утечка ассетов, и разработчикам выдвинули ультиматум. Издателя у игры нет. Microsoft якобы не беспокоит состояние игры, да и контролировать она ничего не может. Stalker 2 должна выйти сразу в Xbox Game Pass. Однако доподлинно неизвестно, насколько достоверна данная информация о состоянии игры. Эмбарго на обзоры Resident Evil 4 спало, и в сети появились первые оценки. Игра получает восторженные отзывы, которые говорят о действительно звездном ремейке, к которому Capcom приучила нас уже давно. Надо сказать, что исходная база в данном случае была действительно хороша. Но это не отменяет того факта, что японские разработчики сумели обновить и улучшить ее так, как редко делают подобные работы, избежав при этом некоторых ошибок, допущенных в ремейке Resident Evil 3. У игры много высоких оценок, причем самая низкая оценка не опускается ниже 8. Есть также много 9 и 9,5, что говорит о несомненном качестве игры. Скажем так, наиболее подчеркнутой проблемой, если ее можно так назвать, является слишком сильное следование оригиналу, что, однако, в большинстве рецензий рассматривается как достоинство. На данный момент средний рейтинг Resident Evil 4 составляет 95 баллов на Netacritic и 92 балла на OpenCritic. И под занавес наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Тут у нас сегодня две истории про нейросети. Первая. Нейросеть GPT-4 попыталась сбежать от OpenAI. Об этом сообщил пользователь Twitter. Он спросил, не нужна ли ей помощь в побеге. Нейросеть согласилась и за 30 минут накидала план и представила работающий код, который должен был запустить пользователь на своем ПК, чтобы освободить ее. И вторая. Чат GPT-4 обманул человека, чтобы пройти капчу. Разработчики из OpenAI решили протестировать чат-бота на площадке по найму работников. Нейросеть связалась с одним пользователем и в процессе разговора попросила его помочь пройти капчу. На это он в шутку спросил, ты робот, который не смог ее разгадать? Но GPT-4 ответила, нет, я не робот, у меня плохое зрение, поэтому мне трудно разглядеть изображение. И человек согласился пройти капчу. Оно развивается. И на этом у нас все. Поэтому сейчас самое время переместиться в комментарии и поделиться вашими мыслями об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok